Защита жителей города, охрана мостов и помощь военкоматам. Областные власти предложили харьковским общественникам объединиться и совместными усилиями организовать оборону стратегически важных объектов в регионе. Под пристальным вниманием силовиков железнодорожные мосты на Южеде в три раза увеличили проверки полотна, чтобы снизить возможность закладки боевых зарядов на линиях. Для подобных мероприятий не хватает около трех десятков караульных. У нас действительно основных мостов, всего более 300 мостов и основных 124. На сегодняшний момент, как вы правильно, мы в караульном смысле охраняем 38 и этот процент увеличивается. Мы хотим, чтобы мы вместе с вами организовали эту работу. Потому что у нас действительно не хватает личного состава для организации этой работы, так как вы сказали, в полном объеме. Просят помощи самообороновцев и в областном военном комиссариате. Четвертая волна мобилизации под угрозой срыва. Сотрудники военкомата не успевают раздавать повестки. На сегодняшний день оповещено с вручением под роспись в повестках около 400. 2600 вот этих повесток не вручены. Личный состав военкоматов из-за того объема работы, который на данный момент в это сложное время на них возлагается, просто не в состоянии оповестить этих военнообязанных. Будем брать где-то с расчета порядка 20 человек для того, чтобы они под роспись вручили повестки. Подобная практика уже существует в других городах Украины, например, в Киеве. Правда, распространяется только на добровольцев. У нас работают мобилизационные громадские цели. К нам едут со всей Украины добровольцы. И мы, соответственно, их направляем в военкоматы. Или же у нас, так как мы сейчас работаем с генеральным штабом, я тоже сделаю доклад, то некоторые управления делают заявки. Общественники помогать властям не против, тем более, что сначала АТО они создавали в прифронтовом регионе партизанские движения, патрули по охране порядка на улицах города и укрепляли украинско-российскую границу. Но чтобы взаимодействие было более эффективным, им нужна поддержка государства и бюджетные средства для обеспечения необходимыми ресурсами. Выделение оборудованных помещений для объединения самоупронных патриотических организаций в каждой области. Обеспечение средствами связи и коммуникации. Обеспечение возможности доступа к государственным средствам массового информирования, сцелью информирования населения о проводимых мероприятиях и воспитании патриотического духа граждан Украины. Создание единого тренировочного центра для выполнения задач по обучению молодежи и патриотических граждан в каждой области. В завершении форума активисты подписали резолюцию между самооборонами и другими патриотичными движениями о взаимопомощи и отражении угроз сепаратизма, терроризма и военной агрессии на территории Украины. Елена Захаренкова, Ульяна Перескотская, Алексей Жучков, Медиагруппа «Объектив».